Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Тема дня». Мы работаем в прямом эфире. С вами Ирина Чекунова. Сегодня обсуждаем очень актуальный для многих автомобилистов вопрос. Покупая автомобиль или получая водительское удостоверение, люди сталкиваются с большим количеством вопросов. Как зарегистрировать транспорт? Какие документы необходимы? Куда необходимо прийти, чтобы получить государственные услуги? Об этом и многом другом мы сегодня говорим в программе «Тема дня» на радио Монте-Карло. А мой собеседник – заместитель начальника отдела управления ГИБДД ОМВД России по Тверской области Денис Александрович Михайлов. Денис Александрович, здравствуйте! Здравствуйте! Давайте сразу разъясним нашим радиослушателям, какие государственные услуги предоставляют подразделения госавтоинспекции. Подразделения госавтоинспекции предоставляют государственные услуги по линии регистрационной деятельности – это регистрация транспортных средств, по линии выдачи водительских удостоверений – это замена водительских удостоверений и получение водительских удостоверений после окончания соответствующей подготовки. Также госавтоинспекция предоставляет государственные услуги, связанные с техническим надзором. Это выдача свидетельств о соответствии транспортных средствах, с внесёнными в конструкцию изменений, требования безопасности и выдача разрешений на внесение в конструкцию изменений, а также выдача свидетельств о допуске транспортных средств, перевозке опасных грузов. Объём большой работы, да, и круг широкий довольно-таки, да, куда могут обратиться автомобилисты именно за эту услугу, потому что автомобиль такая конструкция, да, где всё нужно проверить абсолютно, и от качества автомобиля напрямую зависит безопасность каждой поездки. Скажите, где можно получить эти государственные услуги? Где в областной столице? Может быть, по области вы скажете, можно ли зарегистрировать автомобиль человеку, который проживает в Твери, где-то в районах области? Да, у нас сейчас реализовано то, что зарегистрировать транспортное средство, обменять водительское удостоверение можно на всей территории Российской Федерации. Вообще Российская Федерация не только в Тверском регионе? Не обязательно обращаться именно в Тверской регион, можно в любом регионе, как обменять водительское удостоверение, так и получить, так и зарегистрировать транспортное средство. Вот, ну, на территории Тверской области, если взять, то в районах области функционируют 11 регистрационно-экзаменационных подразделений. В самом городе Твери находятся два регистрационных подразделения и одно экзаменационное. Вот, получается, всего 14 подразделений. Давайте по Твери назовем адреса, куда обращаться. Первый – это, ну, основное, это где находится здание МРЭО, управление ГАИ, это Волоколамский проспект, дом 7, корпус 3. Там находится регистрационное отделение номер 1 и экзаменационное отделение, там, где можно обменять водительское удостоверение. Также в этом же подразделении происходит сдача экзаменов на право управления транспортными средствами. А второе подразделение – это регистрационное отделение номер 2, находится на проезде стеклопластик, дом 6. То есть там происходит регистрация транспортных средств, в основном грузовых, потому что там есть возможность для парковки грузового транспорта. Но это не значит, что туда не могут обратиться владельцы легкового транспорта. Без проблем. И легковой транспорт регистрируется, и грузовой. Время работы интересует многих. Работаете вы только по будням или выходные, и в какое время обращаться? График очень гибкий. У нас и выходной день предусмотрена регистрация, это суббота с 8 до 15 часов. Вторник. Подразделения все работают по области с 8 утра до 8 вечера. Это очень удобно, что после работы человека можно прийти. Ну а среда четверг и пятница обыкновенные, ну среда с 8 до 8, ой с 8 до 5, четверг с 8 до 14, без обеда, и пятница с 8 до 8. Денис Александрович, расскажите, пожалуйста, как записаться на портал государственных услуг? Потому что мы про это говорим уже много, скажем так, не первый год, но некоторые до сих пор не знают. Ну, чтобы записаться на портале госуслуг, необходимо, ну, прежде всего, зарегистрироваться. Можно пройти процедуру регистрации, и такая процедура – это идентификация личности, то есть ее надо подтвердить, что вы действительно тот человек, который зарегистрировался на портале госуслуг. Делается это в МФЦ, либо в пенсионном фонде, либо можно по почте получить код подтверждения. После того, как вы зарегистрировались, вы можете пользоваться абсолютно всеми услугами, которые предоставляются этим порталом, будь то в поликлинику записываться, какие-то социальные услуги. Ну, все, что предоставляет портал, все можно делать, в том числе и по регистрационной, экзаменационной деятельности, по услугам госавтоинспекции. Чтобы записаться, необходимо элементарно выбрать регистрацию транспортных средств, либо обмен водительских удостоверений, и по пунктам выполнить все, что там предложено, то есть заполнить все поля необходимые. После выбрать время, которое желательно именно вам для посещения. И все, в назначенное время необходимо прийти в подразделение. Время назначается? Время сами выбирают. А сам человек выбирает время? Сам выбирает из списка, из предложенных. А какое время удобно? Да, ну, любой день можно выбрать, время. То есть с этим может справиться человек, который только начинает, да, ликвидировать компьютерную безграмотность у себя, да? Спрашивают наши слушатели, существуют ли какие-то скидки. И какова цена вопроса? Вот, да. Налоговым кодексом предусмотрены скидки, так называемые, при записи через портал госуслуг. Размер этой скидки составляет 30%. То есть если вы записываетесь через портал госуслуг, то в конце записи, после того, как вы выбрали время, дату, вам предоставляется счет на оплату, так называемый, где уже вы оплачиваете через портал госуслуг сумму вот со скидкой госпошлиной. Это за то, что вы пользуетесь порталом госуслуг? Да, эта скидка действует только при записи и оплате через портал госуслуг. То есть если вы запишетесь через портал госуслуг, но не оплатите через него, этой скидки не будет. Вы можете записаться, прийти в назначенное время, но не оплатив через портал, вам придется оплатить полную стоимость. Сразу же вопрос. Если человек по какой-либо причине не может войти на портал госуслуг, есть ли запись, что называется, вживую? Да, есть. В регистрационных подразделениях в ТРИ реализовано это посредством электронной системы управления очередью. В экзаменационном подразделении это запись. Можно записаться как по телефону, так и обратиться лично к инспектору. Они записывают на ближайшее свободное время. В области точно так же можно записаться, обращаясь к инспектору либо по телефону. Что-то будет меняться в этой живой очереди? Возможно, какие-то талончики или что-то, может быть, электронная какая-то очередь? В ближайшее время планируется установка системы управления электронной очередью в экзаменационном отделении в городе Твери. Это будет намного удобней. Гражданин придет, берет талончик, ожидает время свое, либо он берет в живую очередь, либо берет на выбранное время, какое удобно для него, и получает услугу. То есть это все равно будет все... Да, это в ближайшее время... Удобно. И как-то контролируемо, что уже человек не пролезет в не очередь, разрешите, я пройду, потому что я когда-то там записался. Такого не будет. И еще раз давайте объясним, Денис Александрович, где можно узнать телефоны, по которым можно звонить в ваше подразделение. Все телефоны находятся расположены на официальном интернет-сайте Госавтоинспекции Российской Федерации, ГИБДД.РФ. Там все подразделения, как Госавтоинспекции, так и МРЭО, межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов. Все телефоны актуальны, мы постоянно контролируем это. Телефоны и адреса можно узнать там. То есть дозвониться реально? Реально. Это не надо ждать там по 20 минут? Единственное, у нас в области существуют экзаменационные дни, это среда-пятница. И в среду и в пятницу обычно инспекторов либо они принимают экзамен, либо где-нибудь находятся вне подразделения. Поэтому бывает такое, что нет человека просто на месте, некому взять трубку. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. В эфире программа «Тема дня». С вами Ирина Чекунова. Напоминаю, что сегодня у меня в гостях заместитель начальника отдела управления ГИБДД ОМВД России по Тверской области Денис Александрович Михайлов. Денис Александрович, поступил нам такой вопрос. Если человек покупает машину в Москве или в другом регионе, но понравилась ему там машина и по деньгам хорошо, то как быть, значит, регистрировать мы ее можем там, где купили, а что быть с номером регион 69 или регион другой? Какие сейчас правила? И как поступать? Да, в соответствии с новой редакцией административного регламента в этом году вступило в действие новое требование. То есть, если человек зарегистрирован, допустим, в Тверской области, при регистрации транспортного средства ему выдаются государственные регистрационные знаки региона, именно место проживания. То есть, если в Тверской области гражданин проживает, ему выдаются госномера 69 региона. То есть, уже нет таких других регионов, в которых путаница возникает. Либо это гость, либо это житель Твери, но с другим автомобилем. Чтобы получить, если вы приобрели транспортное средство в Москве, допустим, на московских номерах, и хотите там же его поставить на учет, вы обращаетесь в подразделение, ну, города Москвы, и вам присваивают, выдают свидетельство о регистрации с присвоенным уже, так называемым, виртуальным госномером. То есть, 69 регион. 69 регион, он в свидетельстве о регистрации будет прописан. И далее существуют специализированные организации, уполномоченные на изготовление вот этих государственных регистрационных знаков. Эти все организации прописаны в реестре. Реестр можно посмотреть на официальном сайте госавтоинспекции. Все эти организации там прописаны. То есть, гражданин, получив свидетельство, идет в эту организацию и изготавливает госномер. Какой прописан, да? Вот номер, какой выдан, они делают такой же номер. Какой прописан, да, в свидетельстве. При этом госпошлину за этот номер, за выдачу номера платить не нужно. То есть, там госпошлина меньше. Но на эту сумму гражданин, гражданин, естественно, изготавливает номер. То есть, в финансовом плане здесь никакой разницы нет. Это давно такое правило ведет? Это с 1 января этого года. 2020 года. Зависит какой-то порядок действий от того, какую машину приобрел человек? Абсолютно новую, с салона или бывшего употребления? Нет, абсолютно никакой разницы нет. То есть, если бы приобрели новое транспортное средство, вы точно так же берете документы, едете в ближайшее удобное для вас подразделение и регистрируете транспортное средство. Если вы купили транспортное средство бывшего употребления, точно так же обращаетесь в подразделение. Но еще есть такой небольшой нюанс. Здесь тоже могут возникнуть вопрос транспортных средств, которые уже, то есть, сейчас у граждан находятся, на другого региона. Да, что делать им? Они ездят, никаких к ним претензий нету. Они ездят до момента обращения в регистрационное подразделение. То есть, та машина, которая приобретена была до 2020 года, до 1 января, все остается по-прежнему? Важно, наверное. Вернемся к водительским удостоверениям. Как обменять водительское удостоверение при помощи МФЦ? При помощи МФЦ очень просто обменять водительское удостоверение. Необходимо обратиться в МФЦ, предоставить документы. Это личный паспорт, медицинскую справку. Водительское удостоверение сдавать в МФЦ не нужно. Также необходимо будет оплатить госпошлину. Госпошлина составляет 2000 рублей. Единственное, хотелось бы обратить внимание, что у госпошлины через МФЦ реквизиты отличаются от госпошлины, которые платятся в госавтоинспекции. Поэтому надо быть внимательнее, чтобы не отказали в предоставлении государственной услуги. Через МФЦ вы можете обратиться в любое время, за месяц, за два месяца до окончания срока действия водительского удостоверения. Не обязательно ждать последние минуты. То есть вы обратились в МФЦ, сдали все документы, водительское удостоверение у вас остается на руках. Вы спокойно ездите, эксплуатируете транспортные средства. После того, как водительское удостоверение будет изготовлено и поступит в МФЦ, вас об этом известят. Вы приходите, сдаете старое удостоверение, получаете новое. Делается это в течение недели примерно. Это вот с момента сдачи до момента получения. Насколько я знаю, сейчас даже не превышает пяти дней срок выдачи водительского удостоверения через МФЦ. Денис Александрович, а вообще ваш совет автомобилистам? Вот видит человек, что скоро подходит пользование водительским удостоверением к концу. За какое время и что делать, если, допустим, не посмотрел вовремя, если исчерпан этот срок? Если исчерпан срок, то необходимо обратиться в подразделение госавтоинспекции. Если там какая-нибудь экстренная ситуация, если действительно срок уже водительского удостоверения просрочен, а необходимо куда-то либо ехать, либо по работе оно необходимо, то, естественно, водительское удостоверение поменяют в тот же день. Если водительское удостоверение выдается в первый раз человеку, он первый раз становится автомобилистом, какие документы отличаются, как-либо эти документы для опытных водителей, и какие категории для какого транспорта? Со скольки лет вообще можно учиться вождению? Ну, водитель, во-первых, водительское удостоверение от профессионала и начинающего водительского никак не отличается, только тем, что в нем проставлен стаж. Вот если на обратной стороне нового водительского удостоверения, нового образца его посмотреть, то напротив каждой категории проставлен стаж, то есть с какого времени оно выдано. Больше ничем не отличается. По обучению, то есть обучаться на право управления транспортным средством можно уже после достижения 16-летнего возраста. Единственное, есть вопросы по сдаче. Вот если мопед, мотоцикл, там с 16 лет можно, на транспортные средства категории B водительское удостоверение выдается по достижению 18-летнего возраста, но сдавать уже в госавтоинспекции можно с 17 лет. То есть гражданин в 17 лет сдаёт на водительское удостоверение, но водительское удостоверение ему не выдаётся. И как только ему исполняется 18 лет, он обращается в госавтоинспекцию, и ему выдают на водительское удостоверение. С учётом того, заранее как бы он сдал, то есть он готов. Да. Навыки не теряются за эти полгода-год, да? Да, и мотоциклы у нас теперь разделены категории А1 и А. То есть А – это тяжёлый мотоцикл, но тяжёлый мотоцикл точно так же, как и по категории B водительское удостоверение, сдаётся только с 18 лет. Это введено в связи с тем, что всё-таки мощные мотоциклы сейчас, и очень много трагических случаев именно при эксплуатации вот этих транспортных средств очень мощных. Многие люди сталкиваются с такой проблемой, что, продавая свой автомобиль, не оформляют технику на... Вот человек продаёт свой автомобиль и остаётся за ним этот автомобиль чистится, хотя он уже, по идее, принадлежит другому человеку. Приходят штрафы на старого владельца ещё, да? А фото-видео фиксация где-то, вот письма счастья. Как быть в этой ситуации, куда обращаться, опять же таки, и с какой скоростью это делать? Да, вы знаете, это один из наиболее актуальных сейчас вопросов, и много очень заявлений по этому поводу в госавтоинспекцию поступает. Смысл какой? Административным регламентом предусмотрено, что если вы продали транспортное средство, и хочу отступить, если вы продаёте транспортное средство, то обязательно составляйте в двух экземплярах договор купли-продажи, чтобы один экземпляр обязательно оставался у вас, один покупателю отдаёте. Это очень важное условие, потому что при этом условии вы сможете прекратить регистрационный учёт. Чтобы прекратить регистрационный учёт транспортного средства, которое продано вами, вам в истечении 10 суток... С момента продажи. С момента продажи, да. Вот регламентом предусмотрено. Проходит 10 суток, вы можете обратиться с момента продажи. Даже не обязательно обращаться в регистрационное подразделение. На портале госуслуг реализована возможность. То есть сканируете, либо фотографируете договор купли-продажи, который остался у вас... Вот зачем он нужен. Да, да, да. Подгружаете его на портал госуслуг, прикрепляете его к заявлению и направляете в госавтоинспекцию. А в течение следующего рабочего дня это заявление обрабатывается. И уже выносится либо отказ, если... Ну, отказ выносится в основном в тех случаях, если транспортное средство уже успели зарегистрировать. То есть его не надо. Его регистрацию прекращать. Либо отказ выносится, либо регистрация прекращается. И всё. Никаких... Можно всё это сделать дома. А в дальнейшем, в течение трёх дней, можно посмотреть на сайте госавтоинспекции, прекращена ли регистрация. То есть в разделе «Автомобилистам» вы можете зайти и посмотреть, что регистрация прекращена. Где получить консультацию, если автомобиль уже продан, допустим, год назад, а человек этого не сделал, у него нет договора купли-продажи? Ну, опять же, на сайте госавтоинспекции вы можете посмотреть, если перерегистрирован автомобиль на нового собственника или нет. То есть заходите в раздел «Автолюбителям», там будет соответствующая вкладка по регистрации транспортных средств, вводите ВИН-номер автомобиля и будет дана вся информация, на кого он зарегистрирован, либо на предыдущего собственника, либо на нового. Если до сих пор зарегистрирован, так сказать, на предыдущего собственника, и при отсутствии договора купли-продажи, ну, это сложная ситуация. Идеи надо искать этого, кому вы продали транспортное средство. Ну, то есть индивидуальная работа с каждым автомобилистом здесь уже по каждому конкретному случаю. Это по каждому конкретному случаю, да, будет разобрано, ну, в индивидуальном порядке. У многих автовладельцев на транспортных средствах утрачены маркировочные обозначения. То ли ДТП случилось, то ли какая-то коррозия. Как быть в такой ситуации? Опять же, новым административным регламентом, который с 1 января 2020 года вступил в силу, предусмотрено нанесение вторичной маркировки. Для того, чтобы нанести эти маркировочные обозначения, необходимо обратиться в регистрационное подразделение. Но обращаться специально не требуется. То есть при продаже, либо там утрате документов, когда вы обращаете подразделение, инспектор осматривает транспортное средство и принимает решение, необходимо ли нанесение этой дополнительной маркировки. Или, ну, нет необходимости. Если необходимо нанесение доп. маркировки, ну, транспортное средство опломбируется, направляется на экспертизу, где осуществляется идентификация. Идентификация транспортного средства. То, что это именно то транспортное средство. После чего выдается отношение на нанесение данных маркировочных обозначений Гражданин самостоятельно в дальнейшем обращается в организации, которые наносят маркировку Это очень делается быстро, они наносят сейчас лазерным способом, очень быстро лазерным, либо точечным И уже с нанесенной маркировкой обращается в МРЭО, где документы вносят новый ВИН-номер И уже никаких проблем с дальнейшей эксплуатацией, с продажей транспортного средства уже не возникает Очень часто, покупая новый автомобиль, тем более который был уже в употреблении, человек волнуется А вдруг за этим автомобилем числится какой-то криминал, вдруг он в угоне Ну мало ли что, как проверить, какая возможность существует и кто это делает? Сейчас можно проверить это самостоятельно Опять же, через сайт госавтоинспекции, там вот этот раздел автомобилистам, он очень широкий спектр Там можно проверить, как штрафы, так автомобиль на учете, либо не на учете, либо прекращена регистрация Также там можно проверить его на розыск, в розыске, не в розыске И самое главное, там есть проверка на ограничения Можете посмотреть ограничения, если они имеются, то, соответственно, транспортное средство И наличие ограничений, смена собственники, либо регистрации не подлежит Поэтому обращайтесь на сайт, обязательно перед покупкой проверяйте транспортное средство Это необходимо, да, мы давайте еще раз поясним, что мы говорим об ограничениях Это связанное, может быть, человек должен по алиментам, да? И он ограничен именно в своих правах, как автомобилиста Должен по алиментам, должен по штрафам Ну, в зависимости, это в основном судебные приставы ограничения Ну и судебные приставы, так и судебные ограничения есть, которые накладываются судебными органами То есть он не имеет права что-либо делать с этим автомобилем, продавать его каким-то образом, да? То есть вы заранее не имеете возможности приобретать такую машину Да И какие ограничения есть при постановке транспортных средств на учет? Какие автомобили не получится поставить на государственный регистрационный учет, Денис Александрович? Ну, очень много сейчас таких случаев, так сказать, транспортные средства Предоставляют на осмотр с внесенными в конструкцию изменениями Это как установка так называемых хенгурятников, заниженные транспортные средства Уширение арок, выхлопная система, вот эта громкая стоит Ну, любое внесение изменений в конструкцию В соответствии с требованиями технического регламента Такие транспортные средства не подлежат регистрации Также тонированные транспортные средства не подлежат регистрации Это та самая тонировка, с которыми борются во время многочисленных рейдов инспекторы ДПС Если транспортное средство предоставляется на смотр тонированное Предоставляется возможность тут же на месте растонировать Если человек растонирует, транспортное средство дальше регистрируется Если нет, то извините Оно не допускается к участию в дорожном движении Все, что нарушает первоначальную конструкцию автомобиля Необходимо убрать, вернуть в прежний вид Да, совершенно верно И это сделать непосредственно можно в подразделении? Ну, если это возможно Если это возможно Если что-то легкое, как тонировка А если там существенные изменения, то это не представляется возможным на площадке убрать Многие задают вопрос Вот я получил водительское удостоверение И, надеюсь, коронавирус проходит у нас очень скоро И отправляюсь за границу на нем Действует наше водительское удостоверение российское на территории за пределами Российской Федерации? Да, наше водительское удостоверение действует на территории тех стран, которые писали Венскую конвенцию То есть там довольно-таки обширный список стран И, собираясь за границу, необходимо изучить В любом, ну, на интернет-сайтах есть эта информация Если нету вашей нот страны, предполагаемой в этом списке То необходимо будет получить международное водительское удостоверение Международное водительское удостоверение получается точно так же В МРЭО можно записаться через портал Госуслов То есть у нас же здесь же, в нашем Тульском регионе Госпошлина составляет 1600 рублей И выдается оно на 3 года Но самое главное условие, что водительское удостоверение основное Основное водительское удостоверение должно быть Срок его больше, чем 3 года То есть оно выдается международное, чтобы действовало И наше водительское удостоверение, чтобы одновременно были действованы А не то, что на окончании нашего остается полгода А мы хотим приобретать международное, так не пойдет? Нет Многих интересует вопрос временного порядка Как долго оформляются документы через портал Госуслуг И на какое время, допустим, сейчас, октябрь, осенью можно записаться? Ну, если взять экзаменационные подразделения Это обмен водительских удостоверений В области сейчас можно записаться на следующий день Если сегодня, на завтра уже можно подать заявление То есть в области очереди нет вообще А в двери здесь существует два окна для записи Вот почему-то граждане, непонятно, записываются постоянно в первое окно И в первом окне очередь создается Потому что это номер один? Да, выбирают А второе окно никто не выбирает Вот во втором окне там есть очередь на завтра, на послезавтра Пожалуйста, можно записаться Ну, не знаю, то ли приложение в телефонах так устоим То ли, да, действительно, психология так действует Поэтому при записи выбирайте все возможные способы Второе окно выбирайте Там запись очень близко есть По регистрации транспортных средств Сейчас в связи с коронавирусом Очень большой наплыв регистрации транспортных средств пошел И сейчас запись составляет где-то примерно 5 рабочих дней Как в Твери в основном, в области поменьше То есть в области вы можете обратиться в подразделение Там можно на следующий день записаться Но 5 рабочих дней, это все равно не месяц, не полтора Да, это все довольно-таки доступно Время нашего эфира подходит к концу Денис Александрович, ваш совет автомобилистам? Ну, самый главный совет, быть внимательней При покупке транспортных средств При продаже транспортных средств Опять же говорю, обращайтесь по интернет-ресурсам Сейчас очень обширный спектр, где можно проверить транспортные средства Смотрите, заходите на сайт Госавтоинспекции При продаже транспортного средства не ждите год Как некоторые ждут, когда новый собственник нахватает много штрафов И прекращайте транспортные средства вовремя Делайте все вовремя, будьте внимательны Спасибо огромное Напоминаю, что сегодня у меня в гостях был Заместитель начальника отдела управления ГИБДД УМВД России по Тверской области Денис Александрович Михайлов Будьте здоровы, всего доброго До свидания Всего доброго До свидания Всего доброго До свидания Субтитры подогнал «Симон»